Дизайнера женских шляпок и шапочек Юлию Коган вдохновляет на создание новых коллекций музыка в исполнении мужа. Самарского дирижера муниципального оркестра Марка Когана. Под Новый год в еврейский праздник Ханука, что означает обновление, супруги устроили показ еврейских головных уборов из меха. По мнению модельера, женщина должна быть всегда на пике моды. Душу воздухом, хорошие люди мои, друзья и окружение такое, плюс муж такой талантливый музыкант. Поэтому все это вкупе, все вместе и получилась эта коллекция. Самара – это только начало. В мечтах у Юлии покорение парижских подиумов. Марк Коган признается, ему приятно воплощать идеи супруги в реальность. И если его музыка вдохновляет Юлию на создание уникальных вещей, он готов и дальше играть для нее национальные мелодии разных народов мира. Я вижу, как идет ее, как созревает ее идея. Я сначала не связывал их с музыкой никак. Надеюсь, слабо, что мое влияние, и в этом смысле, как музыканта, оказало свое воздействие. Но самое главное, конечно, эстетическая часть в ней вообще превалирует. Мы спорим, я говорю, что есть вещи важнее, чем эстетика. Это этика, но тут начинается бой посуды, бой выков, опера «Кармен», и я умолкаю. Друзья Юлии Коган сначала помогали ей создавать коллекцию главных уборов времена года, а теперь готовы ее достойно представить. Елена Хенкина – бизнесвумен. На время сменила профессию и стала моделью. Разве возможно, находясь рядом с Юлей, не заразиться этим, этой энергией, и не понять с первой минуты, что, ну, Париж будет наш, не иначе. Люди творческие, кто в чем, кто где. Это тоже, это достаточно сложная, как выяснилось, такая профессия. Мы достаточно долго репетировали. Показ еврейских женских главных уборов в Самаре прошел впервые. Зрители вынесли начинающему модельеру модный приговор. Мы видим авторскую коллекцию Юлии Коган, которая делает инновационные вещи. Вещи, которые может использовать в своей жизни каждая женщина. Привнести в свою жизнь, тем самым, некий элемент духовной культуры древнего народа. Таким образом, сегодняшнее мероприятие объединяет в себе историю и современность. К 8 марта Юлия готовит еще один показ на тему пробуждения природы. Материалом для воплощения идей послужат Павло-Пасадские платки. Мэри Елчан, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.